Как матерый медведь, который даже в дремучем лесу может найти малину, настоящий кунг-фуист стиля пьяного мастера может найти чайкушку даже в безлюдной пустыне. Привет, чарующие слонозавры! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на супер-бои мастеров карате против кунг-фуистов загадочного и очень популярного в кабаках стиля пьяного мастера. Вода течет вниз, а человек стремится вверх. То, что бойцы решили проверить свои навыки в реальных спаррингах с представителями других школ, уже делает им честь. Значит, пацаны тренируются не для фильмов, а реально думают, что их стиль сможет выстоять в настоящем бою. Но так ли это, мы сейчас увидим. В первом бою лично мне понравилось то, что мастер дрался именно в том стиле, который заявил, а не как обычно превратил бой в кикбоксинг новичка. Но как выпавший снег, который для собак радость, а для воробья пустой живот, такая техника радует глаз зрителей, но не приносит мастеру ничего, кроме жесткого удара ногой в голову, после которого, собственно, все и закончилось. Во втором бою пьяный мастер также придерживается своего стиля. Но каратист, как скорпион, рубящий своим жалом непонимающего жука, раз за разом отбивает ему голову и корпус. Мастер кунг-фу так толком и не может нанести ни одного удара. Конечно, стойка и перемещение у него божественны. Это также прекрасно, как смотреть за алка ниндзями в кабаках. Но все-таки нужно же делать хоть какие-то удары, а не просто получать куда попало. Хотя, несмотря на кучу пропущенных ударов ногами в голову, наш мастер, как нерушимая Фудзи, даже не думает падать. Может, он реально залил в себя волшебную сивуху и не чувствует боли. В общем, даже зрителям стало жалко нашего воина, и бой решили прекратить от греха подальше. На третий бой уже вышел мастер не пьяного стиля, а какого-то другого направления кунг-фу. Я так подозреваю, что это стиль-вытрезвитель. Наверняка они тренируются в одной школе, ведь кто-то же должен приводить мастеров чувства после недельных тренировок с ежедневным употреблением по пару литров горючей смеси. Высокий маяк светит далеко, но без лампы он бесполезен. Также и стиль нашего мастера оказался абсолютно беспомощным против жестких ударов каратеки. И после парочки съеденных плюшек бой решили остановить. Пишите в комменты, как вам мастера и сколько раз в неделю вы практикуете стиль мощного алкаша. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.